так все наша запись пошла замечательно значит так еще раз говорю да значит прошлый раз мы с вами проходили соответственно существительное склонение существительным по падежам то есть я показал много вариантов на самом деле как это все может выглядеть но на самом же деле все достаточно гораздо проще картина предстоит вот давайте сейчас посмотрим еще раз то что я показывал вот по основным четырем падежам вот тот материал так кран пошел экран пошел вроде бы берем так экран видно да не надо да хорошо значит что я хотел вам показать вот есть очень прекрасные такие здесь моменты так мы сейчас откроем вот это сразу тоже так это нам не надо пока шелоки закроем скрываем на стену тоже еще так подержи так на предлоге послуге потом артик ли это там было да значит значит следующим образом существительное так это здесь да было там это что-то какое-то поместоимение это все то что мы сегодня будем изучать пока мы не трогаем пока мы не трогаем так это что у нас а это типа значит вот вот этот вот я вам документ скидывал даже мне не подписан оказался почему-то значит еще раз помним что на прошлый раз изучали мы с вами смотрели что соответственно у нас есть единственное число есть множество на существительных есть мужской и женский род иногда средний тоже и мы смотрели значит как образовываются значит мы узнали про наши эти как они называются эээээ артикли да про артикли мы узнали так где-то здесь да да то есть мы узнали с вами про артикли и увидели что то есть мы еще вспоминаем как то то есть добавляется у нас есть артикли определенности и та то ти гула гуло гули кхана кхано кани и дукту и как там он называется господи тук тукху ну вообще редкое более момент когда мы хотим сказать определенный какой-то предмет о котором мы говорим еще раз мы о нем уже говорили мы добавляем та тебель та та то есть стол да то есть бой чоби та картина это картина какая-то мы с ней говорим потом когда мы хотим сказать но значит множественное число чтобы сказать мы добавляем гуло гуло гула гули то есть у нас получается бой гуло кхараб то есть эти книги старые э гуло пуран а три экрана да а можно сразу вопрос вот можете наверх вот этим книгам промотать да да вот смотрите вот есть это книги это э гуло бой а потом эти книги плохие эй бой гуло хараб то есть я не понимаю почему допустим в первом не сказали эй бой гуло почему ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ о конкретном предмете ну как вот здесь у нас амар чоби просто да можно сказать тоже это чоби гуло то есть это картины а здесь идет получается ну то есть единственном числе просто показано а здесь во множественном числе то есть этот определитель он по факту означает что это множественное число также то есть если мы посмотрим про наш этот где наши падежи то есть всем посмотрим падежи вот смотрите вспоминаем вот множественное число образовывается эра-ра-гуло-гула-гули то есть это это также является ну самим суффиксом для образования множественного числа то есть как бы две роли выступают по сути понятно ну да более-менее да ну то есть то есть этот гуло это означает целом множественное число но можно было сказать вместо эгулу можно было сказать что там было у нас какие господи формы ну нет это для для вот эти все вещи это для человека обозначать эра-гуло-гули ну да боера ну да вот боера мы могли бы сказать что-то я сам не совсем поймала логику но как бы идея в том что принципе гуло означает множественное число и это может быть в первом случае это без определителя а втором это еще губой гуло и она как с определителем одновременно выступает роль определить не от этого сейчас поймете здесь на самом деле не сложно вот на примерах это все будет понятно то есть его да ну то есть вспомнили да вот эти наши окончания суффиксы то есть потом у нас есть кана кани которые означают предмет определенной формы геометрической а потом из гач это дерево или какая-то форма вытянутой так далее но это мы сейчас говорили про принципе но конкретно вот гуло это в общем то относится а ну да правильно да то есть а для конкретно ободушевленных предметов да то есть мы используем ра эра то есть челе челе ра мее дочь дочери бон сестра боне ра шикхок шикхок эра учителя то есть ра эра используется но может быть ера когда идет ма ма просто на гласную ма ера то есть таким вот образом да и вот мы здесь тоже смотрели то есть здесь какой еще момент да был что ра эра используется существительными обозначающие разумных существ а гула гули это конкретно для приблизительно нейтрального отношения и до гула гули для а гули конкретно используется часто для применения существительным или неживые короче они запишут это это ну ладно это сейчас на это не стоит акцентироваться главное понять принципы все что гуло это значит множественное число все и что есть гуло гула гули вот как бы вот просто то что вы если есть возможность просто как пытаетесь а какие-то делать сейчас пометки конспекты то есть самые самую суть да то есть у нас была ра эра то есть а и мы еще потом говорили здесь что во всех остальных к падежах кроме именительного образу используется суффикс дига и похожие суффиксы и после него идет уже окончание падежа и вот значит так это про эти все вещи да то есть еще раз просто вспомним да в чем здесь идея была значит это именительный падеж просто может быть 0 либо и винительный манушке кому сантанке будет обязательно к почему это важно понять потому что на самом деле сейчас мы будем с вами заниматься из посмотрим на местоимение это очень важная вещь дали личные местоимения указательные личные вопросительные и там вы увидите эту всю систему она прослеживается вот эти все видны окончания в личных местоимениях также то есть творительно это у нас кортрик 2 радио и так далее плюс мануш и так далее то есть какие-то варианты может быть может быть она через родительный может быть нет но суть что вот эти вот слова они нам как маяк мы сразу по ним все поймем потом дательный до манушке надо она получится как бы может совпадать где-то винительный дательный похоже где-то но вот это конечно больше задательный то есть винительный он бывает тоже я видел в принципе смотрю что он и так тоже может быть но вот конкретно задательный вот это кей это у нас дательный падеж это нужно вот более акцентироваться на этом что это дательный обязательно отложительные так тхеки ходит и качтеки все слова маяки. Родительный это эр, да? Эр, ээээ, ну да, получается. Да, эр. И местный это просто э, может быть, да? То есть, это единственное число. И пока, то есть, достаточно на единственном числе лучше сакцентироваться, разобраться. То есть, в множественном числе будут почти похожие все вещи, только будут добавляться эээ, диго, дигэ, дигурэ, вот похожие такие вещи, а в этом у нас будет эээ... получается в именительном подише дигер, да, дигэ сантином. В общем, будут очень, вот эти все вещи похожие добавляться, диго, дигер, дэр, а вот оно как бы подобно выглядит очень, дигокэ, дигурэ, так далее. И плюс вот эти те же самые слова, которые были в единственном числе. То есть, понятна идея, да, сама? Да. Хорошо, да. Потом, то есть, главное, чтобы просто, хотя бы, вот, немножко было понятно, и дальше увидите, что ничего, как бы, такого нету запредельного. Так, то есть, это у нас было так, что... Да, мы смотрели с вами вот эту вот вещь, да, то есть, это здесь был родительный падеж. То есть, это детали написаны, как здесь уже это все происходит, но по факту, по факту все проще. Сейчас я покажу другой документ, где все проще. Значит, вот наши существительные. Это ноунс, вот на английском будет, но это хороший, очень просто, очень такой... Так, что-то, что-то не понимаю. А, странно. Ладно, значит, сделаем так. Вот наши ноунс, существительные, да? То есть, вот тут написаны типы существительных. То есть, на самом деле, можете это вот так вот брать и в Google копировать, переводить, что непонятно. Но здесь очень хороший материал. У меня просто реально... Я обязательно потом как-нибудь пытаюсь как-то скомпилировать, но пока реально нет возможности. То есть, он здесь типа, как они делятся и так далее на разные виды. То есть, единственное множественное число и так далее. Тоже всякие детали хорошие тут описаны для более заглублений. И, значит, что у нас тут есть? Так, это definite, так, similar. Сейчас где-то было. Так, нет, это не то. Это не то. Значит, вот рот у нас, да? Вот у нас тут по роду объясняется, что, например, лучший, да? Например, это прилагательное, да? То есть, это прилагательное у нас сейчас идет. И вот, может быть, род, да? То есть, например, женский род, это отличается будет шрэш-тха, а мужской шрэш-тхо. Или же, вот, сложное, сложное что-то. Джотил мужской, джотила женский. Мононийо, это мужской, монония, это женский. Приё, мужской, прия, женский, да? То есть, как это... И также это может быть еще на и отличаться, то есть, существительный на и заканчивается женского рода. То есть, например, студент чатро, да? Это мужской род, чат-три, это студентка, женский род. Старый человек, бура, бури, то есть, мужской, женский. Тот, кто дает кто-то, ну, додаватель, как-то сказать. В общем, пожертвовать, что-то, что-то дает, донор, да? То есть, дата, да-три. Мужчина, женщина, нар, на-ри. Или вот, например, что-то, дэ, ну, вот, да, из-за такого самого простоя. То есть, дэ, мужской род, дэ-ви, женский, да? Кишор, кишори, да? Кишора, кишори. Хори, хорини. Так. Ну, есть еще там разные виды, но этого достаточно, чтобы понять момент вот этот. Теперь, то есть, здесь опять идет вкратце про эти все определители. Определители, вот они все идут. Челе, вот, та-ти, кхана, кани, гула-гули. Вот, то есть, очень все, опять же, просто. То есть, вот, например, здесь начисло. Колом-та, ручка. Шоб-до-ти, слово. Бой-кхана, книга. Мужской род. Это, ой, множественное число. Челе-гуло. Мее-гули. То есть, мальчики, девочки. Шо-мощ-я-гули, проблемы. То есть, сама-ся-проблема. Шо-мощ-я-проблема. Шо-мощ-я-гули, проблемы. Да, то есть, еще раз мы как бы это видели. Так, класс, быстро. То есть, и вот эти наши та-та-ти. Все здесь про них еще и написано. Интересно, можно почитать. То есть, они к разным, как добавляются. Значит, и вот наши падежи сейчас тут пойдут. Очень здесь хорошо, мне понравилось. То есть, вкратце и все самое такое нужное. Ну, не то, что вкратце. Здесь как бы много написано, но можно выбрать. Так, то есть, так, что здесь. Ну, да, то есть, вот можете посмотреть еще раз, как образуется множественное число разных форм. То есть, таким образом. То есть, чаще всего гулот будет использоваться к неживым объектам. Вот так вот. То есть, лок-человек, лок-эра. А, это сейчас с падежами пошло. Так, хорошо, давайте сразу к падежам. Где они все, падежи? Так. Где это было? Вот, 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 падежи. Вот, кейс называется на английском. Нужно их тоже выделить. Таким образом. Вот, значит, тут очень простая схема. То есть, еще раз, посмотрим в разные какие-то, ну, примеры. То есть, вот это у нас именительный, да? То есть, brichti, porches. Главное, с глаголами, оно будет с глаголом. То есть, brichti, это дождь, просто вот, то есть. Sohel, bhajar, jache. Sohel идет на базар. То есть, просто это личное мси. chel, ti, ganga, его. То есть, chel, ti, мальчик. То есть, ti добавляется, уточнение конкретно. The boy sings, да? То есть, например, теперь давайте посмотрим родительный падеж, да? Вот, смотрите. То есть, genetive. То есть, это родительный падеж. Вы можете название смотреть, то есть, в гугле это все, ну, как бы, перевести. То есть, вот, просто вам примеры. То есть, здесь важны примеры. Как бы, хорошие примеры, да? И по ним можно понять чуть больше. То есть, это родительный падеж. То есть, у нас есть слово nil. nil. Нет. А, ну да. Получается, nili, nilir. Ну, то есть, здесь будет добавляться просто r. Chesh, ta, chesh, tar. Ну, вот, тут дальше сейчас примеры пойдут объясняться, как это образуется. Вот, например, у нас баба, отец, да? То есть, вот я прямо вот, мы его выделили. Так, так, и все вещи. Вот, прямо желтеньким. Давайте я там сделаю. То есть, видно, да? То есть, вот у нас базово-существительное, да? То есть, баба, отец. Бабар, то есть, отца. Бари, дом. Барир, дома. Просто r добавляется, да? Бондгу, друг. Бондгур, друга. Меджге. Это флор. Что это, Аташи? Ну, что? Флор. Аташи, наверное, не знаю, что. Такой флор, точно говоря. Ну, так или иначе. Меджгер, да? То есть, r добавляется. То есть, так же, может быть... Вот. Ага, ну да. Это получается вот. Джамел. Проблема. Джамелар. Проблемы. Торкари. Кари. Торкарир. Кари. Ну, это, наверное, приправа. Это, по-моему, кари. Балу. Это песок. Сент, по идее. Балур. Песка. Алло. Свет. Алор. Потом, как добавляются... То есть, еще есть такие, да, слова, которые нагласные, да? И вот у них добавляется... Либо... Ну, вот как здесь, да, варианты есть. То есть, ай, ой, ой и так далее. Как добавляется... К ним добавляется r. То есть, га, тело. Га-ер, тело. Ну, такое слово тоже переград слышу. Стри, жена или женщина, да? Стри-ер, женщины или жены. Бой, страх. Бо-ер, страха. Ги. Ну, мы знаем, что такое ги, да? Масло, да, ги. Ги-ер, масло. Пху. Пуф. Это какой-то чих или что такое? Пуф. Пху-пу-ер. То есть, такое... Мэ-май. Мэ-мэ-р. Ну, вот такое какое-то слово, да? И вот еще варианты, да? То есть, когда, например, на о заканчивается. То есть, здесь классно, что варианты разные. Как раз вот они показаны. Кош-то, проблема. Кош-тер. Будет, когда на о, э-эр. Будет е заменяться на эр. Рок-то, красный. Да, или кровь. Рок-тер. Крови. Кровавого. Ну, или крови. Тор-ко. Э-э-э, спор какой-то. Тор-кер. Спора. Потро. Письмо. Потрер. Письмо. Как, понятно? Харьбол. Алло. В принципе, да. Да, да. Да, да. Видите, то есть очень просто. Вы будете очень часто видеть родительный падеж. Это самый частый падеж в Бенгале, реально. То есть, вот он оключается тем, что будет эр или ар, или ер заканчиваться. Итак, дальше давайте посмотрим. То есть, так, что здесь у нас? Мейер. И в множественном числе, да, Мейера. Итак, нет. Это девушка. Мейера. Для родительного падежа, Мейера, Мейедер. А, для множественного числа будет меняться на дэр, да. То есть, Мее, Мейера, Мейедер будет. Мохишра. Буйволы. Мохишдер. Будет дэр. Эти. В множественном числе. То есть, вот как это будет еще с... Ну, это мы дальше будем учить. Это мы будем учить различные частицы. Как они называются? Господи, это бывает постоянно на русском. Ну, то есть, времени обозначающие, да. То есть, например, АЧ, да, это вот, это значит сегодня. АЧКЕР. Сегодня, то есть, они могут бы добавляться. То есть, очень ко многим, может быть, частям добавляться. Ну, то есть, вот, суффикс падежный, да, склонение. Ну, получаться. То есть, и так далее. Ну, сейчас посмотрим дальше. Теперь, что у нас тут есть? То есть, это пока мы не будем, это, в принципе, потом мы будем смотреть. Теперь дательный падеж, да. Объектив, то есть, называется, да. То есть, директор, 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 директор. Кто-то, ОМУКЕ, кому-то. БОН, сестра, БОНКЕ, да. То есть, я не говорю БОНКЕ, то есть, сестре. ДГОЙ, МИДВАЙФ. Не знаю, что такое МИДВАЙФ. Ну, какая-то, что это такое МИДВАЙФ. Ну, в общем, ДГОЙКЕ. МА, МАКЕ. Да, то есть, очень вот просто. Когда это будет, получается, множественное число ГУЛОГУЛИ, да. Вот мы применяем наше ЧЕЛИГУЛИ. Да, если мы хотим, это МАЛЬЧИКИ, это именительный падеж ЧЕЛИГУЛИ просто, да. А если мы хотим сказать МАЛЬЧИКОМ, то мы скажем ЧЕЛИГУЛИКЕ. То есть, такой вот, получается, паровозик зацепляется. Видите, то есть, было у нас ЧЕЛИ. Добавляется ГУЛИ, множественное число. И добавляется суффикс, ну, вот, падежа, обозначающий дательный падеж, да. Или вот ЧЕТРОГУЛОСТУДЕНТЫ, то есть, ЧЕТРОСТУДЕНТЫ, ЧЕТРОГУЛОДОБАВЛЯЕМ СТУДЕНТЫ, ЧЕТРОГУЛОКЕ СТУДЕНТАМ. Потом, да, в множественном числе добавляется, у нас получается, еще, это, для объектов, ДЕРДОБАВЛЯЕТСЯ. Так, сейчас, наталом, ДЕРДОБАВЛЯЕТСЯ, ЧЕНЬ, ЧТОРГУЛОДИСЯ. Не, должно быть... Угу. Да, получается, что, может быть, здесь какой-то другой вариант есть. Ну, ладно, это не акцентируемся, вот это для нас важно. Потом, значит, ну, вот, например, ШИК-ШИК, ШИК-ШИКА, БАЧА-ДЕР-КЕ. А, ну да, смотрите, все правильно, вот, МОХИЛА-ДЕР, то есть, у нас МОХИЛА-ЖЕНЩИНЫ, множественное число МОХИЛА, МОХИЛА-ЖЕНЩИНЫ. Для дательного падежа мы меняем Р на ДЕРДОБАВЛЯЕМ КЕ. Здесь почему-то просто они пишут в НОРДЕСНИЧТУ ФОРМС. КЕС НАБУТУДИТЬ ДЕРДОБАВЛЯЕТСЯ. Короче, ладно. То есть, так или иначе, будет ЛОК-ДЕР-КЕ, БОНДХУ-ДЕР-КЕ. То есть, и вот пример ШИК-ШИК, БАЧА-ДЕР-КЕ, ГОЛ-ПО-ШОНАН. То есть, учитель рассказывает детям историю. То есть, учитель ШИК-ШИК, БАЧА-ДЕР, это БАЧА-РЕБЁНОК. Так, меняется БАЧА-Р, да, то есть БАЧА-ДЕР, и добавляется КЕ. БАЧА-ДЕР-КЕ, ГОЛ-ПО-ШОНАН. ГОЛ-ПО-ИСТОРИЯ, ШОНАН-ГОВОРИТЬ. Ну, пока там не надо особо эти глаголы. Так, то есть, и это был у нас дательный. Теперь у нас местный падеж, да? В КОМ-В ЧЕМ. Или НА КОМ-НА ЧЕМ, как бы, да? Очень легко образуется, добавляется к нему ТЕ. Или Э, может быть. Например, НО-ДИ, НО-ДИ-ТЕ. ШОКАЛ, ШОКАЛЕ. МОН, МОНЕ. ХАТ, ХАТЕ. То есть, здесь в этом случае НО-ДИ, здесь у нас НО-ДИ форма. А здесь у нас идет, получается, да, это на гласную будет Э, ТЕ добавляться. А если на согласную, вот, ХАТ, МОН, ШОКОЛ, добавляется Э. Или, вот, да, примеры ОН-ТХОКАР, ТЬМА. ОН-ТХОКАРЕ, В ТЬМЕ. ОН-ЯЙ, НЕ ЧТО-ТО НЕПРАЛЬНОЕ СДЕЛАНО, ОН-ЯЯ, В КАКОМ-ТО НЕПРАЛЬНОЙ ПОСТУПКИ. КАГОЧ, БУМАГА. КАГОДЖЕ, В БУМАГЕ. БОЙ, КНИГА, БОЙЕ. А здесь такой момент, здесь БОЙ, БОЙЕ добавляется. Или, вот, например, с такими словами еще, да, КОЛЬ, значит, здесь получается, И добавляется более традиционная форма, чем ТЕ. Ну, короче, говорится, что более традиционное окончание это Е, все-таки, но сейчас стали применяться и ТЕ. Ну, я говорю, то есть, язык, он развивается. Поэтому, как бы, есть вариант КОЛЬ КАТА, КОЛЬ КАТАЙ, А есть КОЛЬ КАТЭ, то есть, такой более современный, да, То есть, это более литературное, такой старое. КАЙДА, МЕТОД, КАЙДАЙ, МЕТОД, тоже не слышал слова такого. ТУЛОН, СРАВНЕНИЕ. ТУЛОНАЙ, СРАВНЕНИЕ. ШОНДЬЯ, да, и ВЕЧЕР, знаем такое слово. ШОНДЬЯ, ШОНДЬЯЙ, ВЕЧЕРОМ. ФОТО, ФОТО, ФОТОЙ, просто такие слова, да. То есть, или, например, да, на ТОЖЕ. БАРИ, БАРИТЕ, В ДОМЕ, ДОМ, В ДОМЕ. ШАНТИМИР, ШАНТИТЕ. То есть, вот, когда добавляется ТЭ. То есть, когда закажется на ИУОЭ. ШУРУ, НАЧАЛО, ШУРУТЕ, В НАЧАЛЕ. Чего тут еще? О, Э. ПУРБО, ПУРБЕ. Да, то есть, если на О заканчивается, будет меняться на Э. БАКЬЁ, БАКЬЕ. МУХУРТО, МУХУРТЕ. То есть, да, видно, как бы, что есть разные, так скажем, классы, да. Ну, на окончании разные. Но, опять же, когда мы будем это все читать, вы увидите, что это все очень отличается. То есть, оно при контексте понятно, либо тут либо будет ТЭ, либо Е, то будет понятно, что говорится в чем-то, допустим. там, или когда, да. То есть, время, либо в чем, и так далее, да. Либо в реке, там, в лесу, и так далее. Это будет понятно, неважно будет БАРИТЕ, или, вот, или Е, или ТЭ будет, или просто Э. Это будет достаточно понятно, постепенно. ГАЧГУЛОТЕ. Да, то есть, в множественном числе добавляться будет ДИНГУЛОТЕ. Ну да, то есть, получается, в множественном числе добавляется ТЭ, да. Так, что тут еще интересно нужно? Мультипл. Да, тут еще примеры есть всякие. Значит, это что? Дательный падеж. А, дженетив, они бы вам альбой. Джектиф, лакутиф, ТЭ, пяти. Джектиф, лакутиф, ТЭ, пяти. Ага. Ладно, в общем-то, такие примеры. Такие, сложно будет пока, наверное, понять. Так. Да, вот это то, что я бы хотел показать. То есть, еще раз, да, идея падежей, что на самом деле все можно даже в четырех падежах ограничить. Может просто еще попадаться что-то. Но в целом, чаще всего, можно даже четырьмя падежами обходиться. Будет вполне. И так, дальше. И так, дальше мы с вами посмотрим наши... Так, это падежи были. Это было вот это. Да, ну вот это на русском, да, можно теперь еще раз посмотреть. То есть, вот родители падеж на то, что мы говорили. Чели, Чел, Чели, Чели, Дэ. То есть, добавляться будет... Знаете, на самом деле, это все еще даже больше на материала написано. Местное, ну вот то, что мы говорили, местный падеж. Горе, Шо, Горе, Дэ, Ше, Ча, Е, Голь, Пэ. Вот оно будет Нэ. То есть, как на русском. Нет, не как на русском. Это больше как в санскрите на самом деле. То есть, куда, местонахождение, время, Шо, Кале, Утром, Горе, В Комнате, В Комнату, Горе, Коборе, может быть, как из-за чего, так же, да? Так же может быть, как национальность, Банлай, по-бенгальски, Ингрежите, по-английски. Таким образом. То есть, объектный падеж. Это... Это дательный. Ну, это, короче, надо, да, это, чтобы было понятно, это надо уже начинать с местоимения. Тогда это уже будет интересно действительно все. Гораздо смотреться. Хорошо. Так. Я закрою тазик. Помнить. Так. Так, это, что было? Подержи местоимения. Так, вот наше местоимение пошли. Вот, достаточно тоже обширный материал. Так, это, что по местоимениям? Вот это. Вот, тоже хорошая тема. Значит, местоимения. Тема тоже, в принципе, не такая сложная, но количество достаточно, ну, достаточно действительно, может быть, так скажем, их много. И тут важно понять, какие вещи. Так, сейчас, лишнее местоимение. Это можно тоже открыть, пусть будет побольше всяких схем. Что-то на русском было побольше. Быстрее меня. А это уже есть. Тоже открыто. Так, быстрее меня. Так. 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 Значит, так. Поехали. Отношение местоимения. То есть, опять же, я говорю, что они связаны будут с падежами. И на что делятся местоимения? То есть, что такое местоимение? То есть, это такие мест личные местоимения. Это я и ты, вы и так далее. Ближние местоимения. Это этот, это, это и так далее. Ну, как бы, ближние указательные и дальние указательные. Вернее, здесь оно разбивается, на самом деле. Надо было сделать по-другому. Надо было написать указательные местоимения. Сейчас я сразу находу. Вот таким образом их можно сделать. Вот. То есть, указательные местоимения делятся на ближние указательные и дальние. Да? Ну, соответственно, этот, это и тот, та, то. Да? Понятно. Относительные местоимения. Это, например, тот, который идет в магазин, он мой брат. Да? То есть, здесь будет тот и он. Или музыка, которую, песня, которую я слушаю, мне нравится. Да? То есть, которая, тот, которого, ну, много вариантов, может быть. Да? И в Бенгале это очень такое, тоже распространенная штука. Но ее очень легко отличать. Вы видите, что достаточно выучить пару форм, ну, хотя бы так иметь их представление. Вы сможете все остальное отличать очень легко. Но прикол в том, что, конечно, все это, каждая из этих вещей склоняется по всем падежам. То есть, вопросительные местоимения. Это кто, что, который, да? То есть, вопросительные. Неопределенные местоимения. Это у нас, значит, это кто-то, что-то, какое-то, некое и так далее. Ну, то есть, и здесь еще, как бы, если оно, на самом деле, может их, как бы, в два присоединить составные местоимения. То есть, это не, как бы, кто-то еще, кто-нибудь, что-бы и так далее. Вот такие вот моменты. И местоимения, указатели времени, место, количество и так далее. Подобие. Да, и подобие. То есть, мы сейчас посмотрим еще за них. Ну, давайте сначала начнем. Значит, так здесь было, как раз я хотел. Вот у нас вот это. Так, где это было-то местоимение, я не рассказывал. Не понял, что это не здесь, я не знаю. Короче, в чем идея? Идея в том, что в Бенгале очень интересный есть момент. У нас есть местоимение делится на форму вежливости. Это непривычная вещь, которой мы не встречались раньше. Но в Бенгале она, как никогда, очень сильно работает. Что это означает? Если так вкратце, да, то есть делится на по степени, по лицу. То есть, первое, второе, третье лицо. Первое лицо-то я, ты. Второе лицо-ты, вы и так далее. Да, и третье-он, она, они. Как бы, да. Так вот, в данном случае, да, потом делится также на близко, далеко, очень далеко. Это много формы, но нам не все надо, опять же, будет. И степень вежливости. То есть, это уважительные, фамильярные. Ну, короче, фамильярные и уважительные. Давайте так абстрагируемся, да? То есть, это очень интересный момент Бенгале. Поначалу он, конечно, вообще не входит в голову, что это все значит. Но потом, в принципе, все понимаешь, что все достаточно просто. То есть, нету каких-то таких больших сложностей с этим. И так, то есть, и это мы сейчас смотрим именительный падеж, да? То есть, это у нас я, мы. Ну, то есть, здесь будет единственное число, множественное число, да? То есть, ами, амра. Ами, амра. То есть, я, например, да, я говорю. Ами, амми, дюбак. Я юноша, да? То есть, ами, ювак. Амра. Ну, то есть, соответственно, чтобы сказать множественное что, нам уже придется, допустим... Как будет у нас? Ювак. Ювак, дэр. Правильно? А, ювак. Ювак, мануш, ювак, ювакер. Ювак, да, это творительный. А, да, это будет ювакер. Или... Или, да, можно у нас, получается, то есть, будет добавлять, то есть, еще... Ну, пусть будет шо-мош, то ювак. Все, ну, юноши, да? Или шо-кол, джювак, да? То есть, я, я просто, например, молодой человек, ювак. Ладно, не будем, короче, сейчас существительное добавлять. Просто эти места имени тут запутаю, наверное. То есть, и дальше. Теперь у нас есть более интимное. Вот это вот, туи. Вот с ним надо быть очень осторожным. На самом деле, вообще, его лучше... Ну, вначале его, конечно, надо, чтобы вы имели о нем представление. Но, по факту, оно используется только в отношении... Вы можете это прочитать об этом месте имени очень поглубже. Написано как раз... Где тут наш сайт Bangla.ru? Вот о нем тут написано очень много. Сейчас. Вот оно. To me, to me, up, me. Вот про них написано. То есть, это такой вот момент. А, так, сейчас. Что-то было где-то написано про это. Ну, короче, идея в том, что фактически вообще лучше не употреблять туи, потому что это относится либо к какому-то очень интимно близкому такому отношению, да, либо к ребенку, к животным и так далее, да. То есть, туи это вот такое вот, да. Не очень, так скажем. Нам оно не надо, лучше его трогать. Потом у нас есть to me. To me это обычное обращение к кому-то, кто равный примерно. Ну, кто-то вы примерно на равных общаетесь, да, с человеком. Ну, на самом деле, может быть, как бы и к старшим, но не слишком каким-то таким уважаемым людям, прямо совсем уж. То есть, просто, ну, лучше, как бы, да, что это относится просто вот к тем, кто наравне общаетесь. То есть, говоришь ты, to me, to me, да, то есть, you. А, и множественное число будет to me, to me, to me, to me, и я советую сразу пытаться учить единственное множественное число. То есть, ами, амра, to me, to me, да, и вежливое. Вежливое, это, на самом деле, лучше для застраховки говорить, конечно, апни. Ну, это если мы говорим про разговорный язык, да, то есть, апни, да, то есть, это вы. Апни, вы, то есть, апнара, вы, то есть, это обращение вы, да. Вот таким образом. То есть, ами, амра, to me, to me, амра, апни, апнара. Ну, то есть, что знать тоже, конечно, что есть tui, потому что иногда это используется в баджинах, как в такой очень личностное обращение какое-то. Ну, просто, как бы, понимать, что его не надо использовать практически никогда особо. То есть, ами, амра, to me, to me, амра, апни, апнара. Теперь у нас есть, это у нас было первое лицо, это у нас второе лицо было. То есть, ты и вы. И у нас третье лицо. И, на самом деле, отсюда, как показывают многие таблицы, на самом деле, отсюда нам многое не надо. Нам отсюда можно взять только... Где это? Нет. Что-то здесь показывается, как в другом этом варианте. Нет, нет. Сейчас я хотел открыть. Так. Есть не лишняя. Вот она. Вот, то есть, на самом деле, такая схема. То есть, ами, амра, ту и тура, ну, как бы, тоже есть. Ту, ми, то, мра, апни, апнара и щетара, тени, тара. Ну, можно что-то одно из этих взять. Можно просто лучше уважительное. Тени. Тени, это значит, он, тот. Как бы, вот таким образом. То есть, это у нас одно. То есть, просто есть еще фамильярный. Э, э, ра. И, ни, э, ра. О, ра. И вот, видите, они похожи. То есть, э, о, да. То есть, и... Ну, как бы, оно видно будет постепенно, что есть система прослеживаться. Сейчас, может быть, не совсем видно, но оно есть. И видно очень хорошо, что это... Получается у нас... Что я хотел сказать? Что здесь у нас будет везде ра, да. То есть, апнара, томра, тора, амра, ора, эра. Видите? То есть, то же самое, что у нас было в наших падежах. То есть, здесь у нас получается, вот, появляется вот наша эра. Ра, эра. Вот оно, да. Ну, то есть, это то, что было, по крайней мере, в именительном. Так как мы именительный падеж рассматриваем. То есть, вот оно. Ра, эра, да. Так, да. То есть, ну, вот это можно щей, тени взять еще, да. И все, с третьего лица достаточно. Эти можно не трогать особо. То есть, щей, тара, он, она или они. Тени, он, она. Это вежливая. Кто... Ну, это, правда, обращение кому-то, кто где-то находится далеко. Если мы хотим показать на кого-то, кто близко, то, конечно, тут нужно использовать все-таки лучше уже э или о. Ну, ладно. В общем, на самом деле, для начала просто разобраться с ами-ам-ра, ту-ми-том-ра, ап-ни-ап-на-ра и тени-та-ра. И достаточно бас. Теперь родительный падеж. Давайте посмотрим, что такое родительный падеж, да. Ну, то есть, это имеется в виду, что... Здесь тоже самое у нас делится на три лица. Формы поблизости и степень вежливости. Что у нас тут есть, да? У нас есть единственное число. Самое первое, да, лицо. То есть, это означает я... Ну, именительно падежа я, соответственно, родителям это мой, да. То есть, это будет амар. Амар, амадер. Амар, амадер. И вот у нас наша появляется дэр, которая как раз вот она уже здесь в падежах была. Было. Вот оно тут было. Сан-тан-ди-гэр. Дэр. Сан-тан-дэр. Ладно, тут, короче, что-то я... Не, вот, вот здесь вот это было, да. Вот, дэр. То есть, вот. Вот, если мы вспомним, да. Ами-ам-ра, туми-том-ра, ап-ни-ап-на-ра. Вот оно как раз у нас простреливается, вот это ра, как бы, ну, без эра. А здесь у нас в родительном падеже, да, будет... Нет, стоп, что-то не будет. Ну да, дэр будет, вот оно, дэр появляется, везде дэр, видите? То есть, амар, амадер. То есть, мой, наш, наши. То есть, это может означать мой, моё... Амар, амадер, вот оно, да. Да, то есть, это моё, мой и наш. Наш, ээ, наше, да, или... Ну, в нашем числе, то есть, да. То есть, амар. То есть, как мы помним, баджан есть такой, да, амар дживана. То есть, это значит, моя жизнь. То есть, вот, амар, моя. Всему сказать, амар бой, моя книга. Амар... Амар бондху, мой друг, да. То есть, а если множество, то есть, да. Амадер бондху... Как там будет? Бондхура. Бондхуршоков пусть будет, или бондхуршомух. Да, то есть, амадер бойгуло. Мои книги. То есть, потом, опять же, тор, это вот это самое, ну, интимное, не трогаемого особо. Потом будет томар, это значит, твой, да, то есть, такое, на равных отношениях. Томар, томадер, твой, ваш. То есть, томар, я могу спросить, например, томар намки. Вот такое часто могут спросить у вас в Бенгале. Томар намки, как твое имя? То есть, томар это твое, твой, твое, да. Нам имя, ки, это как бы что вопрос, вопросительное. Какое, или что? Томар намки, да. То есть, вот. А томадер, это значит, ваши, да. То есть, ваши, как бы, идёт. Таким образом. Апнар, да, уважительное. Твой, да, то есть, апнар нам. То есть, может быть, у кого-то старшего человека, какого-то. Апнар намки, да. То есть, как вас зовут? Апнадер, да. То есть, апнадер, вашей. То есть, твой, вашей. То есть, например, ваши, ну, что-нибудь. Не знаю, что-нибудь ваше. Ну, сейчас ещё примеры будем потом смотреть, это, как бы, понять идею, да. Ну, и вот то же самое, что это можно всё пропустить, да. И вот у нас тар, тадер. Это его, его, и его, и её, и их. То есть, тар нам, то есть, можно сказать, тар намки. Как того зовут? Как зовут того человека? Тадер. Тадер нам гулоки. Как имена тех людей? Тар, это тоже, то есть, это получится вежливое. То есть, отличие от того, что здесь будет тар, длинное. Тадер. То есть, его, и её. То есть, где-то далеко. Тар, тадер. Таким образом. И, значит, теперь дательный объеж. Тут, правда, на английском сделано. Не знаю, почему, но вот, как бы, так таблички эти сделаны. Почему-то так. А, ну да, мы ещё гауди обащу. Это будет, надо не забыть, да, посмотреть будет. То есть, опять же, да, то есть, смотрите, то, что прослеживается, то, что было в падежах. Вот оно, der, наша der, остаётся r, 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 да, и der. То есть, это у нас, соответственно, родительный падеж. Это всё. Амадер, томадер, апнадер. Единственное число мар, апнар, эр, тар. Да, родительный падеж. Именительный падеж. Это просто ами, ту ми, апни. Ну, с первой лицей не похоже. Что дальше тут просто амра, эра, тора, ора. То есть, здесь вот, чтобы не путать, да, здесь будет всегда а. Здесь всегда будет а в множественном числе. Амра, тора, томра и так далее. А в родительном падеже, в множественном числе, будет р просто. Эдер, одер, тадер, амадер, томадер, тадер и так далее. И теперь наш дательный падеж, да, вот он. Objective case. То есть, это ещё раз, это дательный падеж. То есть, то, что я говорил, вспоминаем, какое у нас в дательном падеже прибавляется окончание. Да, то есть, вспоминаем, это у нас ке. Да, то есть, вот наше окончание. Соответственно, вот оно, манушке, да, нодике, манушдерке, ноди гулике, да. Вот у нас оно как раз прослеживается. Амаке, это значит мне, амаке, амадерке нам. Амаке, то есть, например, могу, например, сказать. Амаке, эээ, анно дао, да, дайте мне риса, да. То есть, амаке мне, ну, или дайте что-нибудь, амаке дао, что-то дайте мне, да. Амаке, или амадерке, дайте что-то нам, да. Токе, это тебе, то есть, опять же, это у нас туи, тотора. Это очень интимное. Томаке, значит, тебе. То есть, я могу, например, спросить. Томаке ки ден, что тебе дать? Томаке ки ден, что дать тебе? Томадерке, вам, вам что дать, например, да, или что-нибудь сделать. Апнаке, да, то есть, это уважительно. Я ему подходим к какому-то старшему, мы говорим. Амия апнаке ки дите пори? То есть, что я могу вам дать? Амия апнаке вам дите пори? Что могу дать? Ну, я просто, как бы, сейчас на ходу что-то сочиняю, какие-то примеры, чтобы хотя бы немножко было интересно, да, то есть. И, то есть, я же говорю, для того, чтобы строить конструкции, нам нужно, вот, хорошенько, да, в уме, то есть, держать, допустим, то есть, вспоминать сразу, допустим, я, я хочу сказать, я, вам, да, я хочу сказать, вам, да, вам апнаке. То есть, я говорю, ами, апнаке, и дальше я могу строить что-то, и так далее. Апнаке вам всем, да. И, соответственно, здесь у нас идет тоже множественное число. Таке, тадерке, да. Таке, тадерке, да. Вот таким образом. Вот таким образом. Как вам это все? Скажите обратную связь, падежи. Все хорошо, надо читать, учить и все время предлогами держать. Да, да, совершенно верно. На это надо все распечатать, надо сделать, на самом деле, лучший конспект. На самом деле, советую делать конспект. Я потом, проведу, как-нибудь покажу, как я свой конспект сделаю. Вы посмотрите, это очень помогает. Когда, во-первых, мы пишем, это нам помогает, мы запоминаем. А потом у нас все под рукой, как бы, есть, да, и мы можем это сделать наиболее под себя. То есть, ну, можно и вот электронные тоже распечатать, вот эти все вещи, я специально их все скидываю. Таким образом, да, ну, вот сейчас посмотрим, да, падежи. Вот, например, здесь у нас, так, что у нас здесь? Ну, вот мы используем, ну, здесь у нас отрицательные падежи, да, вернее, отрицания, да. То есть, используется каждому из падежей, в форме стремения свое отрицание. Например, НОЙ, НО, НОН, НОЙ, НОН. То есть, это глагол, потому что это глагол, у него формы меняются. Потом мы к глаголам еще придем. Там не так тоже все сложно, в общем-то. То есть, АМИ, АМРА, и так далее. Ну, вот примеры, да. ИШКУЛЕ АМИ, ДЖЕТЕ ЧАЙНА. То есть, здесь будут какие-то глагольные формы, которые непонятны, но... То есть, ИШКУЛЕ, это значит буквально в школу, это так на бинаголе и будет, школа. ИШКУЛЕ АМИ. То есть, это значит ДЖЕТЕ ЧОЙНА, идти не хочу буквально. Это как бы инфинитивная конструкция. То есть, вот мы наше АМИ, да, видим. Вот АМИ, то есть, Я в школу. Вот как раз у нас есть ИШКУЛЕ, вы с вами. Это, соответственно, местный падеж. В школу, да, куда? В школу. ИШКУЛЕ АМИ ДЖЕТЕ ЧОЙНА. Я не хочу идти в школу. АМИ КАЧКОРИНА. Я не работаю. АМИ БАНЛАЙ БОЛИНА. То есть, я по бенгали не говорю, помните, да? БАНЛАЙ, это у нас тоже местный, но оно обозначает как или на каком языке. АМИ БУДЖИНА. Да? Это Яшкода знает, что значит хорошо. Так. АМИ ДжАНИНА. Да? АМИ БУДЖИНА. Нет, вернее, АМИ ДжАНИНА, да. АМИ БУДЖИНА. Ну, так далее. Такие ещё примеры. АМИ ЧОТРО НОЙ. Это с отрицаниями, да? То есть, я не студент. ТИНИ. Вот у нас с вами ТИНИ. Это именительный падеж. Это дальнее местоимение указательное. Да? ТИНИ. ОН. ОДЬЁПАК НОН. ОН не учитель. ТАР МЕЕ ШУНДОРНОЙ. То есть, ТАР. Если мы с вами сейчас вот так вот попытаемся. Где у нас тут какие-нибудь... Вот у нас ТАР, да? Если мы посмотрим. Вот. ТАР его. Его, ЕЁ. Да? ТАР МЕЕ ШУНДОРНОЙ. Его дочь некрасивая. Ну, вот так вот. БАНЛА ШОК ТОНОЙ ШО ХОЧ. Ну, значит, ШОК ТОЙ, значит, не трудный, а лёгкий. ЭЙ НОГОР. То есть, ЭЙ указательное. То есть, очень часто, если мы не помним, как сказать, можем сказать ЭЙ. Вот это ЭЙ, это значит вот этот. Или ОЙ. ЭЙ ОЙ. То есть, ЭЙ ЭТОТ. ОЙ ТОТ. Очень как бы легко, достаточно. ЭЙ НОГОР БОРОНОЙ ЧОТО. То есть, этот город БОРОНОЙ НЕ БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ. ТУМИ ЧОТО НО. То есть, это ТУМИ, да? То есть, ТУМИ ЧОТО НО. Ты не маленький. Что-то ещё интересного, да? То есть, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ, да? То есть, мы можем, как здесь ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ, да? То есть, можно поставить КИ. Это значит, что? ТУМИЧОТРО. Да? То есть, ТУМИЧОТРО. Ну, ладно. ЭТО ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ НА ПОКАСУ НЕ НАВЕ, да? ПОТОМ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ДРУГИЕ ЕЩЕ ФОРМЫ БЫВАЮ. Так, ладно, ЭТО ПОКАМЫ НЕ БУДЕМ ТРОГАТЬ. Так, сейчас. ПОДУМАЕМ. ПОКА, ВОТ ЭТО, да. А, значит, давайте сейчас посмотрим ГАУДИА БАШУ. Какие, на самом деле, ещё есть виды их. Их, на самом деле, много. Ага, так, это что было? Так, это подержим, блядя. ГРЯЖИТЕСЬ, ОКОВАЕ. Так, это тоже. Хорошо, сейчас тебя откроем. МАШУМ ГАУДИА МАШУ. Вот, посмотрим сейчас, как ГАУДИА БАШУ. Сейчас, вот тут, тут большая капитальная система всех этих вещей. Ну, вот, вы можете смотреть. Я советую распечатать, на самом деле, вот эти, то, чтобы они у вас были, местоимения. Это очень хорошее, тут много их, очень полная, да, то есть форма. И здесь, что классно, здесь литературные формы даны. Потому что, например, МУИ, это литературная форма. И мы её можем встретить в БАДЖИНАх, к примеру. То есть, да, это вот БАКТИВНО ТАКУРА. Вот, как раз, только сегодня читал ШРАНА ГАТИ, да, то есть там СЕВАК МУИ. Он говорит, то есть, Я СЛУГА. То есть, он говорит... Он говорит... КЕВАЛ СЕ... Ну, как там... Ну, в общем, МУИ, это литературная поэтическая форма, да. То есть, а вот у нас, то есть АМИ, АМРА, АМРАШОП, АМРАШОКОЛ. Вот то, что я вам говорил, формы другие, как может быть образована. То есть, ставится АМРА просто. И можно добавить ещё АМРАШОП, АМРАШОКОЛ. И МОР. А, вот МОР тоже литературная МОРА. Мы. Теперь, да, дальше посмотрим ещё раз. АМРАШОП, это мой родительный падеж, да. ЛИТЕРАТУРНЫЙ МОР. МОР, вот такой, да. А, а... ЛИТЕРАТУРНОЙ будет поэтическая АМАДИГЕР. А, будет МОДЕР. МОДЕР, вот оно, литературная, да. Это если мы из нас помним, такой из БАДЖАН. САХАРИ, БОЛЕ, МОДЕР, ГОУРА, ЭЛО. НАШ, ГАУРАНГА, ПРИШЁЛ. МОДЕР, НАШ. Потом ДАТЕЛЬНОВИНИТЕЛЬНЫЙ, да. То есть, вот оно. АМАКЕ, обычная форма. АМАРЕ. А потом, либо литературная, МОРЕ. МОРЕ, да. Поэтическая, вот это, да, варианты обычные. АМАДИГОКЕ, АМАДЕР. АМАДЕРКЕ, да. И МОДИГОКЕ, вот литературные формы последние. АМАДИГОКЕ, хотя здесь звёздочка показывается, что они. То есть, и творительные, то же самое, соответственно, вот вариантов сколько много. АМАРДВАРА, АМАДВАРА, АМАДВАРА, АМАДИЯ, АМАКЕДИЯ. Ну да, здесь АМАКЕДИЯ. АМАРКОРТРИК, да. И вот так, таких много вариантов разных есть. Поэтическая, МОХОТЕ. Такого, дожди, МОДИЯ тоже не видел. То есть, здесь просто много вариантов, как это всё может образовываться. То есть, местный. АМАТЕ, МОТЕ, да, то есть, во мне. АМАДИГОТЕ, АМАДЕРТЕ. Отложительный, то есть, АМАХОЙТЕ. Вот видите, то есть, здесь просто, если мы выучим АМИ, АМАР, то мы уже вспомним, что здесь, соответственно, идёт. Вот эта основа и видно. АМАХОЙТЕ, АМАТХЕКЕ, АМАРКАЧТЕКЕ, АМАРНИКОТХОЙТЕ, и так далее. Или, типа, этические формы МО, или АМА. Потом, если тоже второго лица, вот здесь это уже полностью, да, всё, на всех падежах. Да, вот это, то есть, ТУМИ, ТУМРА, ТУМРАШОП. То есть, смотрите, то же самое, всё видно, как бы схема прослеживаться будет. Вот, то есть, там было АМИ, АМРА, и вот оно всё дальше шло. Плюс шло ДИГЕР, ДЕР, и так далее, да, и плюс эти все слова МОЯКИ. То есть, то же самое с ТУМИ мы видим. ТУМИ, ТОМРА, ТОМАКЕ, ТОМАРДВАРА, ТОМАТЕ, ТОМАР, НИКОТХОЙТЕ, ТОМАРКАЧТЕКЕ, и так далее. Потом вот это наше, вот тут объясняется, как раз, доверительное, близкое к детям, в семье, к возлюбленному. Вот, для презрительного обращения к людям, а, исполняющим низкую работу. Вот так вот, да, то есть, можно, если вы БОС, кто-то можете сказать ТУЙ, то есть, ТЫ, ТЫ, ЭЙ, ХАЛОК, то есть, такое получается, как ЭЙ, ЭЙ, ТЫ. Потом, да, дальше, потом пошло АПНИ, да, тоже АПНИ, АПНАР, АПНАР, АПНАДЕР, АПНАКЕ, АПНАРДВАРА, АПНАТЕ, и так далее. Потом пошло, да, вот, вот, короче, тут всё это вы можете смотреть. Ну, рекомендую однозначно это всё распечатать, чтобы это было, либо как-то себе сделать, потому что это полезно. Я это очень, поначалу я постоянно заглядывал, постоянно, постоянно читал, вернее, потому что, когда я читал, я часто не мог понять формы, особенно касательно множественного числа, я постоянно путал, не совсем было понятно, что имеется в виду. Поэтому, таким образом, то есть, очень всё это важно. И что здесь ещё нам нужно посмотреть? То есть, да, нет, да, вот, то, что я говорил, ОЙ, ЭЙ, ОЙ. Да, то есть, и вопросительные, да, местоимения, то есть, только вот вопросительные, то есть, кто, ке, кто, да, у них, соответственно, тоже может быть склонение. Единственное множественное число склоняться по падежам, да. То есть, ну, мы будем пока просто единственное число, посмотрим, ке, кто, кар, кого, ка, ке, кахаре, кому, кар, двара, кахар, двара, кахар, кор, трик и так далее. Это творительные, чем, кем, чем, ка, тэ, в ком, каха, тэ, в ком. Отложительные, кач, тэ, кахар, тэ, кахар, тэ, кахар, никот, хойт и так далее. А для неудушевлённого мы используем ки, то есть, важно не путать, ке это кто, это живой человек, да, то есть, как бы задавал вопрос сонатного с вами, ке, ами, кто я, да. То есть, а ки, это мы спрашиваем, это ки, это что, да, эй, или эй, или это, да, можем спросить, то есть, или вот, да. То есть, ки, что, какое, кон, тико, ну, в общем, тут ещё есть варианты, но вот, вот, тут можно оценивать, да, то есть, кар, какого, каке, кишере и так далее. То есть, всё по одному и тому же сценарию идёт, если вы первое выучите, всё остальное будет понятно. Потом есть неопределённые местоимения, то есть, тема обширная. Это не означает, что вы должны всё это сразу поймёте, запомните. Тема обширная, это на, блин, на много месяцев вперёд, как бы, это всё изучать. Просто, ну, как бы, смысл к нему возвращаться нету, мы просто сейчас это посмотрим и дальше пойдём. То есть, а нужно просто таблицы, просто иметь и всё, разобраться, как пользоваться. То есть, ничего сложного, нет, просто много информации. То есть, кто-то, кеу, кеу, кто-то. То есть, каро, кару, ну, такое тоже, как бы, не слышал особо. Ну, вот, кеу, да, я такое часто вижу. Как, ка кеу, да, каха кеу, кому-то. Потом, кахар двара, кахар дварау. Ну, тоже такие какие-то варианты. Кар дварау. Каха теу, ка теу кому-то. То есть, опять же, без контекста сложнее это всё понимать, с контекстом это всё проще. Ну, вот, такие варианты. Потом есть неопределённый кичур. Кичур, значит, чего-то, что-то. Потом есть составные, то, что я говорил. Вот они идут. Арки, эхо. Ладно, составные сложновато будет, если бы, понять сразу. Ну, короче, то есть, вот информация у вас есть. Да, и вот такие ещё полезные местоимения касательно времени, пространства, количества, подобных. Очень важные, да, вещи. То есть, тоже мы это будем часто видеть. Вот это, да. Варианты. Токхон, Шекхон, Тобе. Да, то есть, вот, и это касательно, вот, Шэ, Та, Э, О. То есть, сейчас, тогда, то есть, тогда, там, да. А это означает, то есть, вот эта лабораточка, сейчас, теперь, вот, в этот момент, и тогда, в тот момент, да. И это, как бы, а это базовая. То есть, Токхон, Шекхон, Тобе, да. То есть, сейчас, ЭКХОН, тогда, в тот момент, ТОКХОН. Или ОКХОН, да. То есть, ЭКХОН, сейчас, тогда, ТОКХОН. И, может быть, Шекхон, тогда. То есть, пространство, да. То есть, это Шекхоне. ЭКХОНЕ здесь. Шекхоне там. ОКХОНЕ где-то там. ТОТО, ОТО, ОТО, ЭТО, ОТО, вот оно, то есть, ТОЛЬКО. ТЕМОН, ПОДОБИЕ, да. То есть, он тоже такое часто слышал, да, тоже. ТЕМОН, ЭМОН, то есть, ЭМОН, такой, вот такой. Вот, например, да, мы сейчас вспомним БАДЖАН, и каких БАДЖАНах это есть. ЭМОН, ГАУРАНГА, БИНА НАХИАР, да, например, БАДЖАН есть. То есть, ЭМОН, ГАУРАНГА, БИНА НАХИАР. БЕЗ ТАКОГО, как это будет получаться, ЭМОН, ГАУРАНГА, да. Не, лучше вот, ЭМОН, АДУРМАТИ САМСАРА БИТАРЕ, да, БАКТИВНОТО КУРАНГАВАЕТ, ЭМОН, АДУРМАТИ, вот такой вот я неудачник. ЭМОН, АДУРМАТИ, да, то есть, вот такой, подобного рода. Да, то есть, ОМОН, ЭМОТ, ОЙМОН, вот такой тоже. ТОТ, такой вот, это как вот такой, это вот такой, и это как бы... Ну, может не совсем сейчас понятно, но опять же, все будет по контексту понятно, просто чтобы видеть, что есть такие тоже формы, они делятся на время, пространство, количество, подобие. И, да, и получается вот такие еще есть, да, то есть, ше, ке, кеу, то есть, когда, тогда, где, где угодно и так далее, сколько, столько, какой, такой. Ладно, наверное, это все сейчас, вот, большой, сильный объем однозначно, а сейчас посмотрим, что там в этом дается, хочу посмотреть. Вот, все, давайте взглянем, как здесь у нас дается, вот, форма здесь какая-то, ну, да, вот здесь таким образом, то есть, ами, амар, амаке, вот, то есть, три падежа идет, то ми, то мар, то маке, вот, можно отсюда, допустим, тоже переписать. Тут, тут, апнар, апнаке, да, тар, таке, ор, эль, да, и родительный, это, значит, именительный и дательный. Амра, амадер, то амра, то амадер. Таким образом это всё. Вот, например, пример. Ами баджаре джачи. Я иду на базар. Тара, амар, бабар, бондху. То есть здесь у нас идёт сразу... Родительный, да. Амар, да, то есть... Тара, ани, амар, бабар, бондху. Моего отца, друзья. Таким образом. Туми таке джигяскоречо. Это значит дательный. Кому? То есть таке ему. То есть вот у нас это... Где у нас таке? Так, вот таке. Дательный падеж таке. То есть туми ты таке. Тому ему джигяскоречо. Ты спросил его? Да, вот таким образом. Inanimate Pronouns. То есть вот у нас есть... Так, что это у нас... Тармодиэкт. Щекачи. Ладно, это не надо особо. Что у нас тут? Джи, джи, ни. Джар, джар. Вот эти коррелятивные местоимения. То есть тот, который, да. Вот как это сейчас мы посмотрим. То есть джи, джи, ни. Джар. А вот оно значит именительный падеж. Дательный. Родительный. И, значит, местный. И местный, да. Вот как это выглядит, да. Ще, я. Ще, джа, амаке. Да, это джа у нас. Амаке боле че. Та, ами, бульбона. То есть у нас вот таким образом. Я не забуду, что он мне сказал. То есть у нас есть таким образом. Он, он, ше, джа. Которое, что амаке мне боле че сказал. Та, то есть джа, та. Вот здесь эти коррелятивные. То есть та, джа, та. То есть то я не забуду. То есть то, что он мне сказал, то я не забуду. Что там? Что там с изображением, я не помню. Что происходит? Это я случайно как-то получил, я сказала. А, окей. Хорошо. Да, то есть это вот на английском тоже, то есть. Вот. А, нет, на английском так не будет. Ну, короче, на русском это все-таки ближе. То есть. Напиши тоже. Е, дже, чабита, реке, ге, че, ше, нити, ажбе. То есть главные глаголы не обращаем внимания. Просто хотя бы немножко понять идею, как это. Эти коррелятивные местоимения. Ну, как это. Что это такое? То есть это не так сложно. Значит, вот он. Whoever left the key behind will come to pick it up. Тот, кто оставил ключи, придет, чтобы их забрать, да? Дже. Вот. Дже это который. Чабита, реке, ге, че. Ну, это вот, значит, в общем, то есть оставил. Чабита это ключи. Ще, то есть дже, ше. То есть, ну, то есть я могу просто написать что-нибудь, допустим. Дже, харинам кори, ше, вайшнав. Да, то есть очень просто. Тот, который совершает харинам, тот вайшнав. И это может быть очень многими вариантами выражено. Не только дже, это может быть джини. Это может быть много вариантов, на самом деле, сделано. И вы увидите. Мы будем читать, вы увидите, что это очень легко отличается. Все достаточно. То есть, то есть, кто человек, для которого ты делаешь работу. То есть, деятельность, работа, после него такого чакри. То есть, тени, ке. То есть, он кто? Ту ми. Ну, таким образом. Вот интервью эти. Вот еще такие у нас есть варианты. То есть, это ке. Это кто? Кар. Кого? Родительный. И как и объектный. Кому? Да. Вот. То есть, ке. То есть, это единиственное, множественное. Ке, кар. Кар, кадер. И неживой объект. Ки, ки, шер. Ки, ки, шер. Вот. Ке. Эй, кот, ха. Более че. Кто это сказал? Это кар, бари. То есть, это чья машина? Кар. Чья машина? Это. То есть, кар. Чья, бари, машина. Ой, дом. Господи, хаус. Это же дом. Ту-ми, ка-ке, телефон, корчо. Ты кому звонишь? Ту-ми, ка-ке, кому? Вот это. Кадер. Где, где, как и. Вот. Ке, кто, ка-ке, кому? Да? Таким образом. Что тут еще? Сейчас интересно. Что надо ставить? Не помню. Ай, вот. О, ка-ке, ки, ки, дэ, ка-джай. То есть, может быть, такое вот ки-ки поставлено два раза. Значит, ну, кого ты собираешься увидеть? То есть, это не один человек. То есть, и, не, вернее, здесь, вот здесь такое получается о-кане, то есть, там, что ты, what is there to see there? А, короче, английский. То есть, короче, что ты там видишь? Что есть, или что ты там, как бы, хочешь увидеть, да? То есть, ки-ки-дэ-ка, то есть, что ты хочешь увидеть, то есть, о-кане. Ладно, это не совсем то, что я хотел. Потом вот у нас, да-кео, то есть, вот это, кто-то, каро, кого-то, и ка-кау-ке. Кому-то, да? И это живой объект, не живой. Ки-чу, что-то. Ки-чу, чего-то. Ки-чу, чему-то, да? Кео, ажбена. Никто не придёт. Ами, каро, шанге, котха, болини. Я с кем... Ну, коров, да, оно такое, короче, не очень. То есть, я ни с кем не говорю. Я ни с кем не говорю, вот так. Ту-ми-ки, ка-у-ке, да-к-те, пару-на. То есть, ту-ми, то есть, ты. Что? То есть, ка-у-ке, вот ка-у-ке, получается, то есть, это кому-то. Да-к-те. Ты не можешь никого позвать, как бы, вопрос. То есть, вопрос, я, ты что? Ке-нот-ю-ка... Ты не мог бы кого-то позвать, вот так, да? То есть, ту-ми-ки. То есть, ки, когда ставится, это означает вопросительное предложение, да? Амра-ки-чу-джа-ни-на. То есть, вот это наша ки-чу. То есть, ки-чу, это когда мы хотим, это неживое что-то, да, мы можем сказать. То есть, неживое и что-то. То есть, я ничего не знаю. Амра-ки-чу-джа-ни-на. И вот у нас еще тут схема есть как раз, да, вот она. Тени. Тени-у-ни-шета-это-это. Ну вот, то есть, это не обозначенное, близко-далеко. Вот. Он, она и так далее. Тут идет, получается, единственное множественное число. Неживой объект, живой, неживой. Ну, в общем, постепенно разберемся. Что тут еще есть? Так, все это пошло немного. Вот, таким образом, давайте посмотрим, что там у нас было в этом все-таки. Ну, потому что место имения, да, здесь имя. Ну, тут про них должно быть. А, больше еще посмотрим. То есть, вот. Так, это было, качку. Это... Вот, знаешь, да, вот они вопросительные. Они здесь выделены отдельно. То есть, ну, здесь другая система. Здесь просто на этом сайте дается, чтобы человек мог начать говорить. То есть, здесь как бы система как-то... Так, нет особо. Здесь просто дается что-то самое такое необходимое. То есть, и поэтому здесь вот вопросительное местомение. Но это очень полезно. То есть, вот. Кемон. Какой? Кон. Какой? Кото. Сколько? Ке. Кто? Ки. Что? Кот. Хай. Где? Кок. Хон. Кобы. Когда? Кар. Кадер. Чей? Кено. Почему? Да, то есть, самые важные, да. Ну, вот у нас примеры, да. То есть. Это. Кемон. Бой. Это какая книга? Или это. Ки. Бой, да. То есть, потому что вот эта книга, можно сказать Ки тоже. Что? Как бы. Это что за книга? То есть, можно так же сказать, какая. Это Куб Балобон. Хорошая книга. Эй, Бой Гулир Кон Бхало. Вот. Вот. Какая из этих книг? Кон. Которая из этих книг хорошая? Кон Мея Шундур. Какая девушка красивая девочка. Кото Чале Эй Горэ Тхаки. Сколько мальчиков находится в комнате? Кото. Сколько? Кото Дам Эй Бой. Да. Дам это цена, да. Вот как раз такое полезное. Кото Дам. Сколько стоит, да? Кото Кило Алу, да? Алу картошка, да? Кото Кило. Сколько килограмм? Эй Бари Кото Дур Тхаки. Как далеко находится этот дом? Эй Бари. Этот дом. Кото Дур. Как далеко? Дур это далеко. Кото Дур Тхаки, значит, находится это глагол. Коимаш, да? Потом у нас, да, такие еще здесь интересные, да? А... Это было? Да, вот. Кото Коу, да. Кото Коун, тушится Кукан, но у кого-то более температурная форма. Так. Ну, короче, это такая особая деталь, разные, амикоекта там и то, так, ке кар. Короче, да, то есть, чтоб не путаться, просто использовать коду, для того, чтобы знать количество, то есть, вот можно даст, то есть, ке и конепора, то есть, кто, кто здесь учится, то есть, отличие, то есть, опять же, ке это кто, живой объект, ке это не живой. Потом, кокхон, для вопроса о времени суток, да, то есть, когда, туми кокхон качкори, то есть, кокхон, когда. А, ну, в принципе, я думаю, что, можно это пока, потом, да, потом еще дальше, можно будет посмотреть, где-то было место имени, а это оно есть, документ само, ну, то есть, вот, как бы это так, то есть, как бы, на самом деле, как показал их видов, много места имени, но система одна, то есть, достаточно запомнить самое основное, и все, то есть, и они, как видите, с падежами, они очень близки к падежам, поэтому мы увидим систему, вот, то есть, там конкретно все эти прослеживаются формы очень хорошо. Что дальше можно сказать? Вот, где-то предлоги послужить ноги, побежим, вот такая-то здесь русская табличка, место имения, но она не сильно удобная, не знаю, честно говоря, мне она не очень нравится, но тут, по крайней мере, вот по-русски, может быть, кому-то это будет удобнее даже, но он просто как-то не выделено, но тут конкретно так все расписано. Так, что-то еще хотел показать еще, так, что-то еще, кому-то было у меня в запаснике, существительные предлоги. Да, это предлоги послеслоги, тоже важная вещь, но это мы, нет, предлоги послеслоги тоже не к этому относится, да, это уже, это, короче, мы потом, так, так, что такое, а, вспомнил здесь, что было, здесь была интересная вот эта форма. Здесь было интересно, вот эта пропозиция называется. Так. А, вот, союзы, да, они даются в союзе. Вот, то есть, то, что я говорил, союзы, вот сейчас посмотрите, как они будут, то я хочу еще показать. Очень часто конструкция, очень много часто встречается в бенале. То есть, вот, например, у нас слово было, когда, как, хон, да? И союз, джокхон, то есть, когда, тогда, джокхон, токхон, да? То есть, очень легко это понять, смотрите, то есть, когда ты делаешь уроки, ту ми, ты, кокхон, пора, коро, когда ты, ну, как бы, читаешь, как бы, кокхон, пора, коро, да, тск, когда ты читаешь. И он говорит, джокхон, когда ами, барите, джай, в дом прихожу, барите ами, я барите в дом прихожу, токхон ами пора кори. То есть, джокхон джай, токхон пора кори. То есть, вот такие, да, формы Таких много еще вариантов, да То есть, есть еще Ну, вот, короче, я тоже вышлю, посмотрите То есть, куда тоже, как это куда Котхай, да И они обозначаются через Где там Очень важное, очень важное Прямо постоянно будете видеть То есть То есть, куда Амар, бонд, хура, мои друзья Идут Туда и я иду Или, например, дже тоже Вот это что значит, да Но у нас оно будет таким образом Значит, как Как будет получаться, что То есть, я всегда говорю Что люблю читать То есть, это называется, как это в русском Называется Предпричастное Предаточное предложение Вот точно То есть, ами, шор, бода, боли Я всегда говорю Дже Что Ами, ликте, бхал, лаги Мне нравится писать Ну, можно иногда Ну, можно иногда пускать Или вот, например Чтобы, да Джено Чтобы То есть, то же самое Ами, шор, бода, боли Я говорю всегда Джено Ще Шоколе Хат Мук Дгой Чтобы Он Ще Шоколе Утром Хат Мук Дгой Ну, значит, в общем Умывал лицо Джено Тоже какие-то Еще были Варианты Тут мало Было Больше Ну, ладно Не будем забегать В общем, я все это вам Высылаю Вы Смотрите Выписывайте Вот тут Такие Потом еще есть Пост Как называется Забыл это слово В общем Пост позище Ну, такие, в общем Слова Тоже важные Ладно, мы о них Поварим в следующий раз Еще, наверное Потому что Очень тема такая Тоже Интересная Послеслоги Вот Послеслоги И предлоги И так далее, да Вот таким образом Ладно Мы потом еще По ним Поварим Чуть больше В следующий раз То есть Вот это Наши падежи Вы здесь можете Это все еще раз Посмотреть Это все еще сохраню Вот Вот Кажется Так Что еще было Нет А, там было В Алексееве Еще можно было Примеры Посмотреть Простые Сейчас Так Вот Тут еще были Тоже Интересные Примеры Сейчас Показать Немножко Такой Тут был Учебник Еще Один Еще Наристается Не понял Так Что-то Здесь Интересно Ну вот Допустим Простые Такие Приложения Чтобы Как-то Немножко Это Понять Вот Например Здесь Намашкар Значит Здравствуйте Апнар Порибар То есть Ваша Семья То есть Здесь Как бы Еще Ачеки То есть Если У вас Семья То есть Апнар Порибар Ваша Семья Он Говорит Хя Амар Порибар Ачеки То есть Если У вас Ачеки Значит Есть То есть Говорит Амар Порибар Ачеки Моя Семья Есть То есть У меня Есть Семья Что-то Интересное Еще Ладно Наверное Лучше Было Алексееву Посмотрю В следующий раз Смотрим Алексеева Сейчас Покажу Что-то Можно Глянуть Еще раз Значит Да Алексеева Тут Было В Алексееве Там Тоже Там Такие Интересные Примеры Простые Как раз Они Есть На них Наверное Лучше Всего Тренироваться Я Пока До сих Пор Еще Не Так Ясно Вижу Картину Как бы Почем Лучше Показывать Поэтому Как бы Немножко Иногда Вот Такие Могут Быть Моменты Да И вот Мы сейчас Посмотрим Да Здесь Где-то Было Вот Вот Она Вот Сразу У вас Такие Получаются Сразу Простые Конструкции То есть Амар Баба Мой Отец Томар Бон Твоя Сестра Да Апнадер Ма Ваша Мать Томар Томар Боу Боу Это что По-моему Такое Не помню Да И тут Как раз Все слова Есть Поэтому Как бы Здесь Это все Бон Сестра Апнадер Что-то Там Еще Было Ну То есть Вот Какое Здесь Управнение На Такие Самые Базовые Местоимения Здесь Где-то Как раз Были Даны Мне Конечно Не очень Нравится Здесь Это все В разброс Дано То есть Что-то Какие-то Дали Несколько Местоимений Потом Что-то Пошло Дальше То есть Это Как-то Все Очень Так Непонятно Системы Нет Особо Ну Да Вот Тут Есть То есть Вот Амадер Апнар Апнадер Унар И так Далее Ну Как бы Все равно Полезно Да В принципе Будет Полезно Посмотреть Эту Книгу Однозначно Рекомендую То есть Смотреть Попробуйте Попробуйте Вот эти Домашние Задания Вот эти Тексты Да Вот Вот это Да В принципе Просто будет Домашнее Задание Вот Пробуйте Вот эти Тексты Смотреть Да И переводить То есть Там Есть К ним Словарный Запас В общем Все Как бы Просто Два Три Слова Идет Буквально Ну Вот так Как бы Не знаю Что Что Можно Сказать По Этому Поводу Ну Вот Это Вот Документ Смотрите Тоже Здесь Классно Все Тоже Сделано Ну Короче Вот так Вот Харьбол Какие-то Вопросы Появились Кто-то Есть Вообще Да Столько Информации Что Я уже Зависла Если честно Много Информации Это Нужно Когда Она Будет В деле Тогда Понятно Да Да Я просто Как бы Вот Сейчас Да Чтобы Развиснуть Просто Я говорю Что То есть Смотрите Мы Прошли С вами Эти Суффиксы Определенные Суффиксы Мы С вами Прошли Падежи Мы Увидели Что Есть Разные Слова Определители Каждому Из Падежей Очень Конкретно Характеризующие Мы Видели Что Есть Множественное Число Единственное Что Там Везде Будет Дер А Там Будет Получается Р Вернее Ра А Там Будет Дер Дюгэр Потом Увидели Что Местоимения Делятся На Три Формы То А А А А А Потом Да Ну То То Есть На Именительный Дательный Падеж И родительный Падеж И мы Увидели Что Можно Взять Для начала Только Абстрагироваться Формы Самые Базовые Единственного Числа То есть Только Я Ты Вы Он И все Как Я Показал Просто Что Они Есть Разных Ну Много Их Есть Форм Но Далеко Не Так Часто Все Это Используется Поэтому Это Все Не Надо Этого Бояться Да Просто В общем Информации Очень Много Поэтому Просто Вот Все Вот Это Вам Надо Обязательно Собрать Чтобы Все Было На Компе И Вот Просто Начинать Как Б Конспект Делать По Каждой Теме Вести Себя Конспект Ну То 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 Глагол Потому Что Глагол Тема Длинная Действительно Там Много Есть Моментов И Это Более Тоже Сложная Наверное Всяки Даже Я бы Сказал Тема И Это И Что Еще Ну И Все То 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 Еще Буквально Ну Занятие Может До Десяти Будет Да И Мы Начнем Уже Читать Пробовать И Оно Все В процессе Увидите Оно Все Будет Нормально Идти Разбираться Ну Вот Вот Так Вот Так Что Это Немножечко Как Бы Так Ну Идея Понятна Как Б План План Да План Понятен То 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 Все Значит Подежи Да Потом Местоимение Потом Какие То Еще Вспомогательные Частицы Это Всякие Предлоги Послеслоги Они Тоже Активно Используются Мы Наверное В следующий раз О них Поговорим Я даже Подумаю Где-то Там Было У меня Про них Очень Много Материала Очень Важных Для нас Потому Что Это Такие Вещи Как Например Это Имеется Ввиду Сзади Снаружи Без Там Сверху Между И так Далее То есть Такие Всякие Вопросительные Да Эти Предлоги Послеслоги То есть Они Очень Сильно В Бенгале Используются Ну И да И потом Начнем Глаголы Потому Что Глаголы Тема Обширная Реально Как Вот так Вот Хорошо Я тогда Вам Скидываю Материал Сейчас В общем Я Возьму Вам И архив Сброшу Еще раз Просто Машка Сверхом То что Сбрасывал Что Как бы Сейчас Обновлял Что-то Может быть Оно Там И В общем Начинайте Себе Реховировать То есть Да Как бы Работа Самостоятельная То есть Надо Все это Как бы Сидеть Разбирать Читать Потихоньку И это Все будет Откладываться Обязательно Вот таким Образом Все На сегодня На сегодня Все Так что Всем удачи Сбросьте Пожалуйста Вот эту Книгу Как Я Бхаш Я Гауди Бхаш Я Не Сбрасывал Вам Развези Она Я Что-то На облаке Все Посмотрите Сейчас Я Вам Облако Каком Облаке О чем Речь Я Не Понимаю Ладно Сейчас Я Сброшу Еще раз Не Проблема Спасибо Хорошо Все В общем Да Нет Не Отчаивайтесь Реально Много Вариантов Их Очень Много Я Сам Когда Все Смотрел Первое Время Было Очень Немножко Не По себе Но Потом Увидел Что Используется Только Малая Часть На Сам Деле Поэтому Все Будет Классно Мы С Вами Прорвемся Все Харекришна Всем Удачи Харекришна Спасибо Удачи Харекришна